Добрый день! В первую очередь хотелось бы поблагодарить за возможность здесь выступить, для меня это большая честь. Ну и тема моего доклада, она актуальна и интересна не только для онкологов, но и для нейрохирургов. Сегодня мы поговорим про отличия между первичной рецидивирующей глиобластомой, а именно про молекулярно-генетические изменения, возникающие в рецидивирующей глиобластоме на фоне одевантной химиолучевой терапии. Итак, что же мы знали про глиобластому 50 лет назад? А что мы знаем про глиобластому на сегодняшний день? Наши знания значительно расширились, благодаря интенсивному внедрению в нейроонкологию молекулярной генетики. И сегодня глиобластому мы рассматриваем не только с учетом гистологических характеристик, но и обязательно с учетом ее молекулярно-генетических особенностей. Это понимание отразилось в новой классификации ВОЗ-2016. Обратите внимание, сколько генетических аберраций добавлено в классификацию. Не правда впечатляет? Ну, несмотря на непрекращающиеся исследования и усилия разработать новые стратегии лечения, глиобластомы непременно рецидивируют, как агрессивная и резистентная к терапии опухоль, и пациенты быстро умирают от этих новообразований. Что же мы знаем про рецидивирующие глиобластомы и рецидивирование вообще? До недавнего времени только несколько исследований, крупных, масштабных исследований, были проведены с 1991 по 2010 года. Обратите внимание на общую ограниченность этих исследований. Это предварительный отбор генов или белков кандидатов, основываясь на их предполагаемой роли, например, восстановление ДНК после химии или лучевой терапии. Также посмотрите в основном, какой метод использовался для анализа – иммуногистохимия. Иммуногистохимия – это более субъективный и менее точный метод по сравнению с ПЦР. Поэтому в настоящее время специалисты предпочитают полимеразную цепную реакцию и ее разновидности. Основную же роль в понимании вопроса рецидивирования сыграла гетерогенность, как морфологическая, так и генетическая. Возьмем отдельного пациента с глиобластомой. Зона этой опухоли различная. В центре, например, экспрессия одного гена высокая. На периферии этого же гена может быть низкая. Принимая во внимание факты гетерогенности опухоли, уже мы можем предположить, что молекулярно-генетический статус первичной и рецидивирующей глиобластомы будет различным. Интересное исследование было проведено о соответствии мутации между первичной глиобластомой и рецидивирующей глиобластомой. Авторы отдельно рассматривали местные рецидивы, которые возникали вместе у удаленной опухоли, и дистантные рецидивы, которые располагались в соседнем доле или даже полушарии. По факту местные рецидивы имели 70% мутации от первичной глиобластомы. Что касается дистантных, то они имели только 25% мутаций. В дополнение ко всему автор не отрицает, что нельзя исключить влияние терапии и иммунной системы на появление новых мутаций в рецидивирующей глиобластоме. Итак, про влияние томозоламида. Была обследована группа пациентов с рецидивирующей глиобластомой. Из всей когорты пациентов выделен один больной, у которого выявлена мутация в гене Айдеевич, и именно этот пациент получил 17 циклов терапии томозоламида. Обратите внимание на количество мутаций, выявленных у пациентов в рецидивирующей глиобластоме. С чем это связано? С наличием мутации в гене Айдеевич или с количеством циклов томозоламида? А может быть, оба фактора сыграли роль? Существует гипотеза, что глиобластома с диким типом Айдеевич реже дает мутации после терапии томозоламидом. Но пока авторы не могут дать четкого объяснения полученных результатов. Не менее интересное исследование было проведено на такой же группе пациентов с первичными рецидивирующими глиобластомами. Однако здесь авторы рассматривали не только количество мутаций, возникающих в рецидивирующей глиобластоме, но и то, какие именно мутации возникали. Обратите внимание на пять последних случаев. Мы наблюдаем увеличение количества мутаций в рецидивирующей глиобластоме. Эти мутации связаны с mismatch repair, а именно с данными, перечисленными генами. Генами, отвечающими за репарацию ДНК. Ситуацию с MGMT единственным предиктивным маркером на сегодняшний день при терапии глиобластомы стоит рассмотреть отдельно. Была обследована группа пациентов, 38. И в первую очередь, обратите внимание на количество пациентов с метилированным MGMT, то есть с благоприятным прогнозом для терапии томозоламида. Это около 1,3 из всех обследуемых. Все пациенты получили томозоламид. И в рецидивирующей глиобластоме более чем у половины пациента мы видим, что MGMT, который был метилирован, уже не метилирован. То есть чувствительность к темозоламиду утрачена. Посмотрим с другой стороны. Если в первичной глиобластоме промотор был не метилирован, то вероятность метилирования промотора, то есть оправданное назначение темозоламида, не превышает 25%. А теперь собственные исследования. В нами были проанализированы 19 случаев рецидивирования глиобластомы. Возраст пациентов от 31 до 72 лет. Все пациенты после удаления опухоли получили радиотерапию и химиотерапию препаратом томозоламид. Количество циклов варьировало от 2 до 15. Также проведено молекулярно-генетическое исследование следующих генов. Доклад с результатами нашего исследования в 2015 году был представлен на Европейском конгрессе онкологов ЭСМА. Вам представлены два случая рецидивирования глиобластомы. В первом случае мы наблюдаем появление зон микроза в рецидивирующей глиобластоме. Во втором случае мы наблюдаем увеличение, точнее изменение КИ-67, а именно его увеличение. Именно поэтому быстро развился рецидив у пациента во втором случае, и он смог получить только 5 циклов химиотерапии томозоламидом, в отличие от пациента в первом случае, который успел получить 10 циклов терапии томозоламидом. Ну и уровень экспрессии гена NGNT в первом случае был низким, а во втором случае был средним. Вам представлены результаты анализа уровня экспрессии генов 5 пациентов. Обратите внимание, что в подавляющем большинстве случаев наблюдается изменение уровня экспрессии генов в материале от второй операции. Где-то он уменьшается, где-то уровень экспрессии увеличивается. Редко, когда уровень экспрессии остается таким же. И ни у одного пациента молекулярно-генетический статус первичной глиобластомы не был равен молекулярно-генетическому статусу рецидивирующей глиобластомы. В рамках данного исследования нас особо интересовала ситуация с изменением экспрессии гена NGNT. Мы наблюдали повышение уровня экспрессии гена у 16 пациентов. Это 84%. Мутация в гене IDH выявлена только в одном случае и в материале от всех трех операций. В остальных 18 случаях мутация отсутствовала в опухолевой ткани как от первой, так и в материалах от последующих операций. Но наше исследование продолжается. Но на том количестве материала, который мы уже проанализировали, получили следующие выводы. После рецидива глиобластомы необходимо повторное исследование молекулярно-генетического статуса опухоли с целью корректировки дальнейшего медикаментозного лечения. У большинства больных после рецидива опухоли экспрессия генов повышается. Наличие или отсутствие мутаций в гене IDH – самые стабильные показатели. Это одна из последних статей, посвященной рецидивирующей глиобластоме. Очень надеемся, как и авторы данной публикации, что однажды, one day, глиобластомы станет хроническим заболеванием. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Софья Сергеевна, за сообщение. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Очень интересная тема. Очень хорошо доложил докладчик. Пожалуйста. Большое спасибо за очень интересный доклад. Мне заинтересовало некоторые вещи, которые были здесь представлены. Это, скажем, ECC, тубулины и другие факторы. В частности, мы пытаемся, допустим, для рака легкого выбирать химиопрепараты в случае прогрессивной болезни, допустим, токсаны, препараты платин и другие препараты. В зависимости от экспрессии этих генов. А вот можем также глиобластомы ориентироваться на экспрессию этих генов, также выбирая производные плати, допустим, ECC, тубулин, токсаны, токсаны, замираза 2, допустим, и так далее. Действительно, как я сказала, в выводах, для чего нужно исследовать молекулярно-генетический статус опухоли с целью корректировки лечения. Действительно, например, низкая экспрессия ERCC1 мы получим при низкой экспрессии ERCC1 мы получим хороший ответ на препараты платины. При низкой экспрессии бета-тубулина мы получим хороший ответ на Винкристин. И то же самое касается А. И обязательно, конечно, ВЕКФ. При наличии ВЕКФ он может ингибироваться, беоцезумабом или авастином. Ну и, конечно, MGMT, предиктивный маркер, здесь вообще говорить нечего. Выбор данных антигенов, он действительно оцелен на корректировку лечения больных. Поэтому выбрали мы их именно поэтому. А так, такие работы были, где на основании этих генов кто-то там модифицировал терапию? То есть зарубежные авторы пытались на основании экспрессии этих генов? И были какие-то успехи или, допустим, это в основном были неудачные попытки? Да, действительно, были такие работы, но большинство работ еще находится в работе. И есть работы по ВЕКФ, действительно, по поводу назначения беоцезумаба у пациентов, у которых высокая экспрессия ВЕКФ. Получаются очень неплохие результаты, но пока еще четко, четливо не опубликованы эти данные. Да, потому что пока еще я не видел таких именно предиктивных факторов, которые бы влияли на значение. Это пока не только изучается еще, да? Да, абсолютно. Еще вопрос, пожалуйста, да, Марина Витальевна. У меня скорее не вопрос, самому себе задавать вопрос, наверное, нехорошо. У меня скорее добавление к ответу Давида Романовича. Значит, у нас, что касается ИРСС, есть опыт лечения пациентов с эмбриональными опухолями и с полным и частичным ответом на терапию при низком ИРСС, когда мы проводили терапию по схеме ЕП. Спасибо. Еще? Пожалуйста. Извините, может быть, ну вообще вопрос по адресу, потому что и в предыдущем Долгоделы тоже принимали участие, как соавторы, я так понимаю, да? Угу. Скажите, пожалуйста, а вот оценивалось долгожительство глиобластом с момента операции или с момента окончания первой линии химиотерапии? Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что 15 циклов, тем мы злами, да потом пациент начинает получать, например, белцезумап с ирентиканом. А 36 месяцев не так трудно набрать. То есть в ходе химиотерапии он может стать долгожительным, непрерывно причем. Благодарю. Марина Витальевна, наверное, ответит лучше данный этот вопрос, так как... Уважаемые коллеги, добиться долгоживучести при диагнозе глиобластома не так просто. И пациент не в состоянии постоянно получать терапию, будь то тимодал или авастин. Все-таки побочные эффекты дают о себе знать, и мы вынуждены прекращать терапию. Вечно больной получать, будь то таргетную терапию, будь то цитостатики, не может. И те данные, которые мы получили, почти 16%, мы, если честно, очень сначала удивились, потом испугались. Потому что это выходит за средний показатель частоты встречаемости этого признака. Вот по данным литературы за последние 10 лет от 2 до 11% частота встречаемости долгоживущих глиобластом. И на самом деле достичь этих показателей не так просто. Это может быть кажется со стороны, на самом деле это пациенты, которые раз в 2 месяца приходят с МРТ, со всей папкой. И мы отслеживаем и на фоне терапии, и после лечения. И если возникает рецидив, когда еще неврологический пациент совершенно спокоен и никаких неврологических выпадений, мы спокойно принимаем решение и стараемся взвешивать все, коллегиально принимать решение. Чем мы дальше будем лечить? А достиг 36 месяцев для глиобластома. Ведь глиобластома – это заболевание, которое имеет наименьшие показатели пятилетней выживаемости наравне с раком поджелудочной железы и мелкоклеточным раком легкого. Это нонсенс. У нас всего 2 пациента прожили больше 5 лет. 2 из 69. Буквально на днях я просмотрела публикацию из института Бурденко. Они анализировали 107 пациентов с первичной глиобластомой. Вы знаете, какой у них процент долгоживущий глиобластом был? Я плохо считаю. Из 107 один пациент. Вы скажете, в институте Бурденко плохо лечат. Поэтому не так все просто. Я ответила на вопрос?